Давай поговорим еще про вместительность кухни, потому что это важно. Надо же во время быта куда-то складывать вещи. Но я, кстати, обратила внимание, что действительно места много, и меня удивило посудомоечная, что она там есть. Здесь у нас как раз сушилка. Помимо сушилки и надсушилки есть еще шкаф, в котором хранится посуда, которая не пользуется. Здесь все ящики для хранения столовых приборов. Чай, кофе. Ниже другая посуда. Ирина не готовит много, поэтому для одного человека этого вполне достаточно. Давай поговорим еще про вытяжку. Ты сказала, что она хорошая, и нам, конечно же, надо знать, что за хорошая. Желательно, чтобы не шумная еще. Вытяжка того же бренда, что и посудомоечная машина, она не шумная. Рассчитана исключительно на объем площади, который находится в кухне, чтобы вытягивать непосредственно над варочной поверхностью. И чтобы все лишние запахи не распространялись по всей комнате. Но нам повезло, у нас здесь есть выход на балкон, поэтому сквозняк и проветривание естественного воздуха нам гарантированно. Но вытяжка в то же время работает очень неплохо. Главное, не шумит. Давай еще поговорим про фартук и про столешницу, потому что обычно, если ничего хитрого не придумывать, то это все стоит космических денег. Здесь все банально просто. Столешница пластиковая, фартук из керамогранита, который использован у нас и в санузле. На проекте изначально мы не планировали вот эту заплату. Но заказчики все время думают, что сюда будут лететь брызги или что-то в этом роде. И стена, даже если она из краски, которая моется и не поддается воздействию воды, что она обязательно с ней что-то случится. Я на будущее вам говорю. Пожалуйста, если вы делаете кухню, не пользуйтесь вот этой заплатой. Сюда капли попадают в единичном исполнении. Но мы видим здесь глазу, на мой дизайнерский вкус, это сильно режет глаз. Я бы вот эту вот поверхность убрала, для меня она лишняя. То есть вот этого фартука вполне достаточно. Но зато ты знаешь, а мне нравится, что ты прислушалась к практичным пожеланиям хозяйки и сделала все-таки как нужно. Класс. Это ее страхи. Мы закрыли ее страхи. Я сказала, окей, если вы волнуетесь, давайте так сделаем. Давай поговорим еще про другую сторону. Я вижу, что там много хранения. Конечно, для 24 квадратов это супер важно. Что у нас тут? Что ты придумала? Здесь большие шкафы для хранения вещей с выдвижными ящиками, в которых хранятся дополнительно вещи. Они, естественно, до потолка. Здесь уже следы жизни. То есть квартира не сразу после ремонта, а здесь человек живет. Поэтому не будем все открывать, чтобы ее не смущать. Здесь как раз у нас зона хранения ведра, швабры, тряпки, пылесосы. Они все спрятаны здесь. Им тоже нужно где-то жить. Это их место прописки. Пусть не очень все по-дизайнерски, но зато жизненно. Весь наш дом.